Толя, 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 Толь, забери подарок, сапки, Толя, походи. Это Сергей Симонов приехал, Сергей Симонов, друг Анатолия, я вас перевозил, помните, с одной квартиры на другую, но я знаю, что вы не знаете, откройте дверь, узнаете, никто вас не обидит, или Толик пусть откроет, на секунду, на одну, или пусть поговорит через дверь. Толя, это Сергей, открывай, 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 мозги не делай. Толик, зашушал. Толь! Ну, ты что, меня не узнал? Толь! Толь, тут все свои. Серьезно тебе говорю, все свои. Пять пакетов еды. Еды тебе привезли, там, то, сё, с новым годом. Ну, заторгни, заторгни ты наш. Так, ладно. Толь! Ладно, план Б мне. План Б? Почем мы делаем? Почем, втем, блядь. Расскажи на камеру, еще? Почем, пойдем лучше спустись. Ну, я кадры упустил. Так, Рек. Бля, Толик, ну... Он же смотрит? Нет. Да, 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 он все видит. Блин, он махал рукой. Да, я это не снял. Короче, расскажи вкратце, что сейчас произошло. Короче, нежданно-негаданно Анатолий выглянул в окно. Вот, со своего этажа и помахал рукой Дону Симону. Вот, и так получилось. Вот, айфоны, айфоны те славные, что не работают на морозе. Понимаете, ребята? Американские не приспособлены. Не приспособлены к реалиям, так сказать, на Руси, например. Apple, я... Срочно, срочно меняйте там каких-то разработчиков и прочих, потому что, ну, не работает на морозе. Я ценные кадры упустил, но ничего. Сейчас, ребят, разберемся, проживемся. Дайте мне пять минут. Че вы ноете? Дон Симон, передайте привет. Всем доброе. Да, пройдем. Толику привезли подарки с Новым Годом. Давай мне. Посол. Там. 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 Вы все. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Толи обусловлено генетически. Это так и есть. То есть Толя болен. И это не моя какая-то догадка. Кто видел, по интернету гуляет такая вот выписка, справка. Я не знаю, как она добыта. Но она свидетельствует о том, что я не буду разглашать, но скажу просто, что у Толи есть определенное заболевание. И он получает пенсию. Да-да, не удивляйтесь. Он получает пенсию, ребята. Вот. Поэтому к Толи ходить бесполезно. Потому что он не откроет. Еще раз. Вот он говорит, вот хейтер мне там залил дверь краской, поэтому я не буду снимать видео, я ухожу и прочее. Да это просто казус Бели. Это просто предлог, чтобы ничего не делать. Не потому, что он такой ленивый, а потому, что в голове ему такие директивы дают. Еще раз. Там проблема не в Толи, а проблема в его генетике и проблемы в его матери, вот госпожи Елене. Потому что, вот я не знаю, может Эдуард слышал, есть такое явление, шизофреногенная мать. Вот. Да-да, не удивляйтесь. Или есть такая штука там, индуцированная помешательства. Особенно в 90-е были очень популярны вот эти там газеты Speed Info или какие-то вот трешмогильные передачи типа Криминальной России. И там я всегда удивлялся, когда был мелкий, когда смотрел их. Значит, тема такая была. Всегда мать была, какая-то поехавшая, строго, и своих детей, неважно, мальчика, девочку, они закрывали дома, они никуда не ходили в школу, они всегда, ну как Маугли, знаешь, как Маугли, их никто не воспитывал, они едва там умели говорить, вот, никуда они не выходили, они всего боялись. Почему? Потому что есть индуктор, есть мать, которая, значит, вот как роутер Wi-Fi, они... Ну это не только мать и отец там. Не-не-не, ну это, понимаешь, Эдуард, в традиции постсоветской всегда, неважно, мальчика, девочку воспитывают мать, а отец куда-то выходит, там, не знаю, за сигаретами, за пивком, выходит и не приходит. Да-да, не удивляйтесь. То же самое, что свидетельствует, что это его... Да, почему-то люди этого не понимают, что там причина первостепенная, это его болезнь. Ребята, еще раз, я всегда всем это говорю, кто мне спрашивает, мне уже надоело одно и то же говорить. Вспоминаем Толю в нулевые, условно, ну все же видели эти нарезки, где он был на концертах, где он там на телевидении на каком-то был, то есть ввел так или иначе какой-то... Слушай, он не больной. Так, Эдуард, пожалуйста. Понимаешь, это вот, когда вот человека не ели, он просто сам себя ушел. Но он не больной. А он не больной. Мнение Эдуарда. Так вот, в нулевые все видели, как он там и на каких-то на концертах был, и по телевидению показывали, как он на качелях Ханну Монтану слушал пил хуч. Вот. В итоге, что мы имеем на сегодняшний день? Имеем после 17-го года. То есть, точка невозврата, я считаю, после 17-го года. Как раз ему было 30 лет. То есть, он наснимал кучу роликов, которые ему там, что там, жрачку приносил Леха Хомяков или кто-то ему приносил, ему там посылки приходили. Он их снимал к бесконечным конвейерам и выкладывал их целые годы. Вот. А дальше он просто закрылся и все. Он ничего не выкладывает. Почему? Гуглите, что такое негативная симптоматика. Ну, что, Леша. Ну, и я на концерт побывал. На, подожди, на скутере ты был, по-моему, на скутере. Вот на каком концерте ты бывал, Эдик? Тогда там, вот мы еще с Лешкой ездили, еще, по-моему, до, до армии еще, до армии. Ну, пока я в армию еще не шел в 91-м. А что за концерты? Кто выступал? А там, кого только не было, блин. Ну, электронная музыка? Да, да, да. Электронная музыка? Не, 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 нет. Ну, приведи пример. Ну, танцевальная. А, ну, какие-нибудь группы, там, команды, ансамбли. И были и русские, и самые из-за границы были. Сискейч был. О, Сискейч. Бойс Бойс Блю. Модер токенок, может быть? Не, модер токенка не было. Ну, в общем, ребята, танцевально, диско и прочее. Так вот, ребята, гуглите, что такое негативная симптоматика. Мы тогда дважды туда ездили. С Алексеем. Ну, да, да, да. Ну, вот, который я тебе показывал. Да, да, слёжка, слёжка, фотографию, да. Да, да. Вот так, ребята, гуглите, что такое негативная симптоматика. Поскольку, чем дальше человек живёт, тем всё это усугубляется, углубляется. И нет, поверьте, нет надежды на возвращение Толи. Ещё раз, забудьте и не пишите мне, давайте там сходим и прочее. Это бесполезно, ребята. Не потому, что Толи такой ленивый. Вот, вспомните, значит, эту историю, последний ролик на его канале, где он говорит, меня обманул мастер на сколько-то там тысячи рублей, я его вызвал, а у меня, говорит, комп, какого там, чуть ли не там, какого, 2008 года и прочее. Толи взрослый человек, который всю жизнь прожил с компьютером, насколько я понимаю. И чтобы ты сам не мог переустановить винду или просто кого-то попросить, это уже, значит, это уже о многом говорит. Вот. И ещё до этого, мы же к нему ходили, он через дверь сказал следующую информацию. Якобы, значит, я работал курьером Толя, нигде не работал. Не потому, что он лентяй, а потому, что он болен. И никаким курьером он никогда бы не работал. Потому что должность курьера, занятость курьером подразумевает общение с людьми. А с людьми он общаться не может, он всего боится. И потому, что Толя... Иваш, вот ты сам вот сейчас сказал, что якобы там мама его давила. Так он не больной. Понимаешь, он просто, ну как тебе сказать, ну может, это и есть болезнь, но просто навсего, он сейчас ничего не понимает. Потому что его задавили. Вот так, вот так, дорогие друзья, задавили. Вот, мамка задавила. Всё по хикану. Ну, и так, да, и он, ну понятно, что курьер, он просто врёт. Толя врёт. И он говорил, намекал в своих там видосах предыдущих, я начинаю новую жизнь. Ну, кто помнит это, кто Толя, наверное, тот в курсе, что якобы у неё там девушка появилась. Ещё раз, у Толи не может быть девушки. Не потому, что он там что-то какой-то в плане физиологии, ну вы понимаете, что-то не может. А в плане того, что он болен, ну вот здесь. Ещё раз, это не мои догадки. Это догадки на бумаге. Вот. Так что, I'm sorry, man. Так он не то, что болен. Он задавлен. Он просто задавлен. Задавлен, дорогие друзья. Вот. Поэтому, ребята, я думаю, здесь можно поставить точку и забить на это дело. К сожалению, всё ушло навсегда. Завиде просто человека. Вот всё. Да, да. Нет, конечно, можно сказать, никогда не говори никогда, но, ребята, эпоха ушла. Вот Дона Симона получилось воскресить, сделать распаун, а Толю нет. Почему? Потому что Дон Симон, он психически здоровый человек, а Толя, как мы с вами видим, не очень. Вот. Поэтому, Толя, если, не знаю, ты посмотришь, хотя, я думаю, вряд ли. Его психически просто задавили. Так точно. Если ты посмотришь... Задавили. Я лично Хикану вам приношу свои извинения, если там как-то насолил. Вот. И от Дона Симона, и от Руслана Крэзимагахэл. Вот. Ну, мало ли что. Вдруг человеку было неприятно. Вот. А так, с благими намерениями, так сказать, заехали на подъёмнике, дорогу выстроили. Так вот, ладно. Ребята, поэтому вот такие будут откровения. Ну, хотя, о чём вы не знали. Ну, для тех, кто в курсе, не знали. Для тех, кто не в курсе, будет, наверное, что-то новенькое. Поэтому, как всегда, ставьте классы, подписывайтесь на канал Хиканада, на ТСБ Гулиновичи пакеты, заказывайте рекламу Сигна, тёмки-тёмки, лавки-лавки-покосики. И до новых встреч, берегите себя. Аминь. Дёш, ты знаешь, я тебе вот чё скажу. Кто-то просто на всё завидует. Анатолию? Ну, даже пускай Анатолию, даже мне, тебе. Так. Потому что они-то ничего не могут. А ты можешь. Я могу. Он может. А они не могут. Ну, зависть. Зависть, Эдуард. Зависть. Я же тебе не раз говорил. У них три закона. Три. Зависть, жадность, алчность. Вот и всё. Три закона. Три закона. Вот так, дорогие друзья. Вот так они и живут. Ну, это, если честно, Лёш, это не жизнь. А что? Существование и выживание. Вот так, ребята. Если вы существуете по таким законам, то не надо. Берегите себя.